так красная травушка еще чуть не пропустили у папа папа где мое ружье так и наверно взять аптечку я думаю потому что с этими ребятами шутки плохи получи сдох сдох тебе все двое пока ружье не буду убирать так патроны для магнума отлично заметили да то что развилочки эти короче чем предыдущие мы уже дошли до этого как его называется деловой центр амбреллы или как вот так так ничего здесь больше не пропустил так здесь у нас зомбари меняем пекель бежим в сторону такая толпа такая на раздачу сдох сдох умница просто слов нет так теперь нам теперь нам возьмем траву этот лифт по моему не работает да не двигается так так здесь у нас ничего не работает едем на этом ух ты здесь у нас лизуны а здесь у нас что-то в этой серии даже лизуны нас царапают ну получи ты да что ты будешь делать а омородная так что они расположились по всем углам а привет вот это валит и 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 под ноги там и 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 Один готов. И второй. Да что ты мне на лифт-то поворачиваешься? Где ты там? Все, сдох. Отлично. Тыкс. Нам по-моему сюда. Эй, ты слышишь меня? Кто ты? Что ты делаешь? Ответь мне. Так. Так, здесь у нас ключик, оу, 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 чё-то я ж дёрнулся, по-моему в прошлый раз он не так резко выскочил. Так, готов, матрончики, одни ружья, отлично, где там карта, карта амбреллы взяли, дырку не пролезть, полностью испорчен, давайте почитаем. Дневник Винсента Дневник смотрителя Винсента 10 октября. Вчера вечером группа подопытных свинок, заключенных в тюрьме, сбежали, взяв оружие и подняла бунт. Все морские свинки, ответственные за инцидент, были застрелены до последнего, но если в штабе амбреллы узнают об этом, возникнут большие проблемы. Это может испортить мой план возвращения в штаб и получения наград для моих дальнейших достижений в этом городе. Я приказал, чтобы управляющий тюрьмы сообщил об инциденте как о массовом самоубийстве, но я также должен буду приказать другим, кто был вовлечён в это, молчать об этом случае. 8 ноября. Люди города, которые выступили против меня, теперь пробуют собрать информацию, намереваясь сообщить в штаб о том, что я сделал. Вчера тот маленький мальчик Лот сказал мне, что в город прокрался шпион. Я предполагаю, что шпион может иметь некоторое отношение к восстанию, случившемуся здесь. Пока что я ему это позволю, чтобы узнать, на кого он работает и почему он здесь. После этого я убью его. Это очень печально, что единственный человек, которому я могу доверять во всём этом городе, это маленький ребёнок Лот. 19 ноября. Люди города, кажется, готовятся отправить сообщение о своём расследовании людям штаба, который поставляет водопытных из Новой Гвинеи на следующей неделе. Они говорят, что у них есть свидетельства моих действий. Я не могу позволить им показывать это. Те гражданские жители пожалеют о том, что они делают. Я преподам им урок. Вот что случится с теми, кто выступит против меня. 22 ноября. Теперь они знают, кому принадлежит власть. Я распространил этот вирус по всему городу. Конечно, это должно быть похоже на несчастный случай. Город будет полностью заражён. Теперь я могу вернуться в штаб и продвигаться дальше моим достижениям на фабрике. Никто не сможет выступить против меня теперь. Подождите. Там есть один человек, о котором я должен позаботиться. Это тот шпион. Я должен устранить крысу, которая прокралась в город. Ну, это мы всё знаем. А кто не знает, тот узнал. Как-то так. Так, ставили карту. Тут у нас люди-зомби. Получай. Сейчас я вас... Вашу тусу тут разгоню. Ещё живой. Так, здесь у нас, по-моему, ничего нет. Что? Винсент, пожалуйста, послушай свою мать. Я хочу, чтобы ты ушел из Амбреллы, прекратил совершать эти ужасные преступления и просто вернулся домой. Перестань! Отпусти меня! Не бойся, я тебе не причиню беда. Что за кассету ты слушаешь? Не знаю. Я слушала, потому что мне было очень скучно. Мой брат сказал мне подождать здесь. Отпусти меня! Твой брат? Оставь ее в покое! Беги! Лот! Положи это! Я не трону тебя, обещаю! Лжец! Ты убьешь меня, если я это брошу! Я не дура! Назад! Не подходи ближе! Я знаю, ты считаешь меня убийцей, но ты ошибаешься. Я бы никогда ничего подобного не сделал. Такс. Документ. Магнитная запись Винсента. Мы больше не можем допустить того, что сделал управляющий Винсент, чтобы решить Винсента его положение, мы должны были получить окончательное подтверждение его жестоких действий и сообщить об этом в штаб. Мы поняли, что он очень умен и осторожен, как последний вариант, хотя это было очень опасно для нас. Мы смогли перехватить его в телефонные беседы. Наконец мы получили свидетельство, которое достаточно мощное, чтобы решить Винсента его положение. Эта пленка содержит его беседы об инциденте и побеге из тюрьмы в прошлом месяце. Она доказательство того, что он один стрелял в тех молодых людей и что он пытался скрыть правду. Кроме того, эта пленка доказывает, что перед прибытием в этот город Винсент убил своего коллегу только в целях собственного поощрения. Если мы могли бы вручить эту пленку людям из корпораций, приезжающие в город на следующей неделе, он бы потерял свое положение наверняка. Тогда в городе было бы снова спокойно. Идем дальше. Так, здесь у нас, по-моему, должен сейчас будет вылезти еще один тиран. Красную травушку возьмем. Да. Так, мочим тирана. Сейчас мы с тобой расправимся. Получай по своей лысой башке. Все. Напоследок. Контрольник. Снова подронные ружья. Так, и, собственно, лифт, по-моему, должен приехать уже. Да, перескочил он на какой-то этаж. Так. Карточка вставили. Теперь можно пройти. Здесь у нас песики. Зарядка. А, блин, рано. Выстрелил. Да что ты будешь делать-то, е-мое. Псина. Сюда, иди. Заметили, да, собак? Да что ты? Собак стало сложнее убивать. Получи. Где там еще одна? Ах ты тварь, а. Ну беги сюда. Больше патронов надо тратить на них теперь. На этих собак. Блин, как я их ненавижу. Ни собак, ни охотников. Так, взяли гранатомет. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь у нас нет ни травы, ничего нет. Там, по-моему, пауки у нас должны быть. Сейчас будем просто пробегать мимо них. С пауками я вообще не хочу связываться. А, нет. Охотники. Ох ты тварь, а. Как он так? Вот здесь пауки. Ах ты тварь. Так, добрались мы до дома лота. Первая наша синяя трава. Зеленая трава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну здесь у нас, по-моему, спокойно будет. Вроде здесь у нас из монстров никого не должно быть. А, ну печальный один зомби, который грустно так сидит. Хе-хе-хе. Всегда он меня здесь добивает просто. Такой бедняга. Голос такой, когда я ему в голову выстрелил, голос такой был просто отчаянный. У него такой... А-а-а. Кипец. Задолбался он, наверное. Сидеть здесь. Так, здесь у нас только трава, по-моему, была, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну давайте прочитаем дневничок лота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десятое сентября. Я видел некоторых заключенных в галерее сегодня. У всех у них были сонные глаза. У одной из девочек к тому же выделялась слюна. Некоторые мальчики впивали взглядом в меня. Они были одеты в тряпки и дурно пахли гнилью. Как папа и управляющий Винсент сказали мне, они совсем другие люди, в отличие от наших семей, работающих на Амбреллу. Папа сказал мне, что их доставляют на этот остров таким образом, чтобы они могли работать на Амбреллу и стать приличными людьми. Я думаю, что они поступают правильно. Я надеюсь, что когда-нибудь, очень скоро, они станут приличными людьми. 15 октября. Я слышал, что управляющий Винсент убил тех людей, которые пробовали сбежать из тюрьмы. Интересно, как такое могло случиться? Я знаю, что они ниже нас, но разве мы должны убивать их? Разве это то, во что я верил? Амбрелла и мой папа должны были помочь подчиненным, которые работали на них. Почему он убил их? 23 ноября. Город находится в полной панике. Монстры повсюду, и они нападают на людей. Те люди Амбреллы, которые очень хорошо ко мне относились, внезапно начали нападать на меня. Мне нужна помощь. Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня. 24 ноября. Мой папа и моя мама превратились в мутантов. Один из оставшихся в живых сказал мне, что это управляющий Винсент превратил людей в монстров. Я не могу теперь никому доверять. Я должен пережить это и защитить свою сестру Лили. Несмотря ни на что, мы должны сбежать из этого города вместе. Да, натворил этот Винсент делов. Что за плакат? Стритфайтер. Ого. Друзья, я нашел пасхалку. Это файтинг. Компания Capcom. Не бойся. Я не причиню тебе вреда. Где твой брат, Лад? Пожалуйста. Ты должен спасти моего брата. Он сказал, что направляется на фабрику на канатной дороге. К фабрику. Он сказал мне, что может найти путь, как выбраться отсюда, к фабрике. Но там полно ужасных чудовищ. Я знаю, что если он туда пойдет, он погибнет. Что? Пожалуйста. Мы уже потеряли родителей. Ты должен помочь моему брату. Пожалуйста. Я обещаю. Не плачь больше, Лили. Возможно, я был плохим человеком. Но это было раньше. Теперь я совсем другой. Я спасу двух детишек. Клянусь. Лили, ты спрячься здесь. Я пойду, найду твоего брата. И вернусь за тобой позже. Редактор субтитров А.Семкин